В этом году наша страна отмечает 30-летие своей независимости. За эти годы Казахстан достиг значимых результатов, став сильным, процветающим демократическим государством, пользующимся весомым авторитетом на международной арене. И самым большим достижением Казахстана, по глубокому убеждению первого президента Республики Казахстана, султана Абиши Назарбаева, является новое поколение казахстанцев, от энергии, знаний, патриотизма которых во многом зависит будущее страны. Сегодня очевидно, что патриотическое воспитание выступает неотъемлемой частью развития гражданского общества на пути его движения к устойчивому и стабильному прогрессу. Президент Казахстана Хасим Джуман Кемельевич Тукаев убежден, что именно молодые казахстанцы должны идти в авангарде патриотизма. Он назвал четкую и ясную формулу отечественного патриотизма. Это знание истории народа, уважение к государству, постоянное саморазвитие, честность и работоспособность. Давайте не будем обманывать сами себя. Самые лучшие правительства в мире, самый лучший парламент не могут ничего сделать сами по себе. Также было ваше имя, что ожидать, что они дадут какое-то универсальное лекарство от всех проблем. Свобода и демократия имеют в виду участие каждого человека, из чего следует и ответственность, которая лежит на всех нас. Сегодня в ваших силах, используя свои знания профессионализм, сделать Казахстан мощным и конкурентоспособным в современном мире. Пожалуйста, удивите нас и весь мир. Сегодня именно молодое поколение генерирует новые идеи, решает нестандартные задачи, разрабатывает новые технологии. Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг в молодом возрасте сумели создать технологии, благодаря которым наша цивилизация шагнула в новую цифровую эпоху. На протяжении веков молодежи по всему миру не словом, а конкретным делом доказывает свою прогрессивность, готовность менять себя и мир вокруг. Сегодня из новой волны казахстанцев всем известны имена разработавшего экспресс-тест на ковид молодого ученого Булата Султанкулова, шахматистки Жансаи Абдумалик, обладателя Грэмми Мабека Зейкенова, режиссера Айсултана Сиитова и многих-многих-многих других. Нур-Утан уделяет особое внимание молодому поколению страны. Буквально неделю назад Бюро политического совета нашей партии утвердило дорожную карту по реализации системной программы ЖАСТА Ротанка до 2025 года. В этих документах речь идет о достижении 3,5 тысяч конкретных индикаторов, 6,5 тысяч мероприятий с охватом более 4,5 миллионов молодых казахстанцев и все эти мероприятия направлены на улучшение, повышение качества стандартов жизни наших молодых людей. Мы надеемся, что не только ЖАСТА Ротан, но и в целом молодежь Казахстана будет участвовать в работе по контролю за ходом реализации данной программы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я инженер. В прошлом работал в Ягуаре. И на данный момент мы прошли с командой финал турнира Илона Маска. Разрабатываем технологии Hyperloop и туннелев будущих для электромобилей. В будущем в Казахстане я планирую вернуться после турнира и разрабатывать дальше казахстанский электрокар. Лично я, я как технарь, я стараюсь показывать и делать интересные проекты у нас в стране, которые поспособствуют всему нашему народу жить лучше и легче. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, но всегда делать свои вещи во благо нашего народа.